Меня зовут Василина Рахметова, я занимаюсь зелёными финансами с 2016 года и с недавнего времени занимаюсь развитием углеродного рынка. Сейчас очень остро стоит вопрос достижения углеродной нейтральности, недавно была принята стратегия достижения углеродной нейтральности, и поэтому я думаю, что все силы будут направлены именно на реализацию этой цели. Все ресурсы и министерские, и квази-государственного сектора, ну вообще наш весь бизнес должен, так сказать, перестроиться, наверное, на новые зелёные рельсы. Как мы уже говорим с 2020 года, давайте перестраиваться, давайте привлекать зелёное финансирование, но сейчас ещё декарбонизировать производство, тоже декарбонизировать свою деятельность. В 2015 году подписано Парижское соглашение, в 2016 ратифицировано, собственно говоря, оттуда можно исходить о цели Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15% в 2030 году, при поддержке международного общества на 25% сокращение необходимо. В 2023 году Казахстан принял стратегию по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Также, помимо этого, у Казахстана есть и глобальные инициативы по озеленению, по переходу на зелёное развитие, по развитию зелёной экономики и так далее. К примеру, программа партнёрства «Зелёный мост», тоже это глобальная инициатива, глобальная экологическая стратегия Казахстана по объединению усилий, по внедрению каких-то зелёных инноваций, зелёных технологий и так далее. Стратегия будет являться, наверное, основным таким верхнеуровным документом, на который будет ориентироваться уже и правительство, все министерства, соответственно, бизнес. Мы писали определённую часть стратегии, то есть именно по зелёному финансированию, по увеличению притоков зелёных инвестиций из, так сказать, private investments, да, то есть частных инвестиций. Декарбонизация — это, ну, буквально, если перевести, уменьшение, да, углеродного следа. Углеродная нейтральность — это вот не полностью уменьшение углеродного следа, то есть это не означает, что нулевые выбросы должны быть. Углеродная нейтральность — это принцип работы, принцип действия, когда выбрасываемый углекислый газ, да, может быть поглощён дополнительными какими-то действиями. То есть дополнительно поглощён лесом или океаном, да. То есть это нивелирование выбросов. Здесь, безусловно, нужно отметить, что экономика Казахстана, она углеродоёмкая, углеродозависимая. То есть у нас 80% нашей промышленности, нашего энергопроизводства от углеродных источников. Когда весь мир стремится к сокращению выбросов углекислого газа, сокращение углеродоёмкости своих производств и своей экономики. Если Казахстан не будет этого делать, то мы можем потерять конкурентоспособность нашей экономики. Также надо отметить, что сельское хозяйство также может пострадать, в связи с тем, что изменение климата влечёт, конечно же, к потерям в сельском хозяйстве. Это и засухи, это потопы. То есть в разных регионах мира по-разному отражается. К примеру, по оценкам Всемирного банка, при отсутствии подхода к достижению углеродной нейтральности, вообще при отсутствии каких-либо целей, к декарбонизации, Казахстан может потерять, ежегодно терять до 2,5% в своей экономике. Я думаю, что это основное такое подспорье для нашей страны, чтобы переходить на зелёные рельсы. У нас, Казахстан, существует система торговли выбросами СО2, СТВ по-другому. Сейчас она называется система торговли углеродными единицами, которая включает в себя не только квоты на выбросы СО2, но и офсеты, офсетные единицы, офсетные проекты. Мы хотим совершенствовать эту систему, то есть, во-первых, повысить, наверное, транспарентность, во-вторых, помочь ценообразованию, ввести какие-то дополнительные механизмы стимулирования торговли. В настоящий момент цена на углерод у нас является очень низкой, это практически 1 доллар, 1 евро по Казахстану. И сравнивая, если привести в сравнение цены Евросоюза, то достигает 60-70 евро или 100 евро даже в скандинавских странах. Это, конечно, несопоставимые цены Казахстана и Евросоюза, поэтому наша здесь работа будет тоже заключаться в содействии, наверное, правильному ценообразованию, цене на углерод. Учитывая, что у нас экспорт, где-то 40% экспорта нашего направляется в Евросоюз, в Европу, поэтому нам нужно сохранить конкурентоспособность там, не потерять рынок Евросоюза, так как он является нашим главным торговым партнером, ну и, конечно, мы будем покрывать другие рынки, потому что в настоящее время в мире идет тенденция, то есть не только в Евросоюзе, но и в других странах. У многих стран есть определенные цели по сокращению выбросов, поэтому их экономика, их производство, их импорт тоже будет нацелен на то, чтобы сократить эти выбросы, чтобы уже учесть в импортируемых товарах эти выбросы. На данный момент по итогам 2022 года только 4,5% от электроэнергии произведено за счет возобновляемых источников энергии. Эта цифра, она на самом деле не такая большая, учитывая, что нам к 2030 году нужно достичь 15%. Небольшими шагами мы двигаемся к этой цели. В настоящий момент у нас большинство занимает это ветровые электростанции, далее идут солнечные электростанции и затем гидро. Распределение источников энергии тоже зависит от региона, от географической расположенности. Наиболее высоким ветровым потенциалом обладают, наверное, северный, южный и западные регионы, регион Каспийского моря. А солнечные электростанции – это, конечно же, южная наша часть страны. Гидроэлектростанции базируются на трех основных бассейнах на востоке и на юге. Для более полной картины и достижения углеродной нейтральства здесь необходим, наверное, комплексный подход. То есть это не только внедрение возобновляемых источников энергии в общую энергосистему, но и переход вообще промышленных производств на менее углеродоемкие – это сокращение в целом выбросов парниковых газов. Это и высадка лесов здесь тоже необходимо отметить. Когда мы говорили об углеродной нейтральности, то есть есть выбросы, а есть поглощение. И когда мы говорим о высадке двух миллиардов деревьев, то есть это тоже большая часть, большая доля выпадает на поглощение парниковых газов. Сокращение, например, выбросов в транспорте, переход на чистый транспорт, сокращение энергоемкости вообще в любых производствах. Это увеличение энергоэффективности, сокращение энергопотерь. Комплексный подход во всех секторах экономики. И тогда он сыграет роль в достижении углеродной нейтральности страны. Как отметил президент страны, необходимо высадить 2 миллиарда деревьев до 2025 года. И я думаю, что мы должны ускорить темпы в этом направлении, потому что на данный момент посажено чуть более, по-моему, 300 миллионов деревьев. В целом, мне кажется, происходит вообще экологизация экономики вообще во всех странах, во всем мире. Теперь экологию мы рассматриваем не отдельно вообще, как что-то другое, а экология входит в экономику. То есть у нас все сектора экономики должны так или иначе быть связаны с экологией, с улучшением экологии. Это вообще такая животропеющаяся тема. И, в принципе, во всем мире, в Европе, во флагманах, в флагманских странах, эта тема уже наиболее развита. И за этим будущее. Мне кажется, это просто экологическая ответственность каждого человека. То есть сортировка отходов, меньше использовать воды, транспорт, переходить на велосипеды. В Астане у нас практически все автобусы у нас электрические, электробусы, поэтому для города чистый транспорт уже хорошо. Какими-то такими малыми победами, наверное, да, малыми шажками, наверное, можем дойти. Ну вот еще, например, не пользоваться пластиковыми пакетами, пластиковой посудой, да. То есть использовать повторно у нас есть у всех шопперы. Вот, в магазин ходить со своими сумками. Еще большая работа предстоит, в общем.